ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рыба вчера была очень показательна, кормится и спокойно себя чувствует уверенно, где мыться. Поэтому очень важен темп. Игорек? Нет, тем не менее, да, даже в 4 лет, я вспомню последнюю тренировку, с этой дистанции опени были, они там были. Их можно поймать в течение 10 минут, 2-3 штучки, я думаю, это дезонник. А это 200-300 грамм. Да, это там хорошая. И не тупим, не колхуним, не засиживаемся. То есть если нету, там 3 раза закинул, не обсосов, ничего, у соседей тоже ничего, ты должен первым идти туда. Прям раз, другая. Но если сосед ловится этой дистанции, то тебе надо либо на метр туда-сюда сползать, или на два даже попробуй туда-сюда сползать, скорее всего, ты где-то что-то не попадаешь. Тачественно промериться, чтобы понимать, куда ползать, если что-то. Кормимся по-зимнему, вот, там есть 3 лунки у тебя, то есть сюда 2 кормушки, сюда 2 кормушки, сюда 2 кормушки и обратно. За 10 минут вот так можно там. И этот самый, ну получается, 20-25, 30-36, 45-50 и 60-30. После первого тура мы идем на пятом месте, очень плотные результаты, поэтому можно хорошо выступить, встать на тумбочку или даже за чемпионить. Есть надежда на самые высокие результаты. При плохом исходе нужно, конечно, вылететь из десятки, поэтому собрались трёпки! Да никто и не собирался рыбу, и раз. При плохом исходе, конечно, можно и с командой. Доброе утро. Второй тур Кубка России по донной ловле рыбы. Вчера были подведены итоги первого тура. Я сказал, что мы выступили неплохо. Я отчасти забираю свои слова обратно. Я рассчитывал, что мы будем в трёшке, в четвёрке первой. Но мы откатились на пятое. Более того, ситуация осложняется тем, что отрыв от трёх этих мест порядка 7 баллов. Но это ещё полбеды. Беда в том, что... Да, даже не беда, а сложность в том, что три команды перед нами, они выступили настолько ровно, без каких-то там провалов. И спортсмены там очень сильные. Ждать от них провалов нам не стоит. Нам надо самим очень хорошо выступить сегодня. Слава Богу, мне удалось вытащить Алексею сектор Молодцова Олега, он будет в нём ловить. И вытащить крайний сектор Игоря Середягу. А крайний сектор априори считается, процентов на 10-15 уловы в крайних секторах бывает выше. У него подход рыбы. Я их строго предупредил, что они должны быть и тот, и другой первыми в своей полузоне. Иначе они должны прятаться, плыть на противоположный берег, куда-то прятаться от меня подальше. Это, конечно, шутки. Нам сегодня предстоит очень хорошо выступить, сильно поработать. И никаких, конечно, провалов. Никаких. Тогда у нас будет шанс подняться хорошо. Ребята у нас всё это понимают, готовы. Надеюсь, что всё будет хорошо. Тренеры тоже иногда ошибаются. Но я немножко ошибся там, на одно место. Сегодня будем пытаться исправить эту ситуацию. Немножко пялый какой-то настрой, потому что устали все. И сегодня всё опять поменялось. Соответственно... Как вчера, раздачи не будет 100%. Поэтому надо что-то придумывать, быстро перестраивать. Призы есть шансы попасть всегда. Кто-то там вот не пришёл, кого-то дисквалифицировали, кто-то уточки дома забыл. Надо выложиться, короче, самому по максимуму, а там дальше как сложится. Вдруг фартанёт. Прикормка! Прикормка! Через 10 минут. Продолжение следует... 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 Я мало 2 рыбы за 2 часа. Трупных? Нет, одна очень мелкая, другая мелкая. Ну, незначительно, но у кого-то чуть-чуть лучше. Очень сложно селать, поскольку не клюет у всех. И тут случайные рыбы будут рстать. Если рыбы, они могут поднять очень сильно. Как и в отдельном человеке. 5 минут до окончания тура. Не знаю. 2,992. Согласен? 1,992. 1,992. 1,992. Часто? 1358. 1358. Согласен? 10 согласен видео 574 мы говорим согласны или не согласны конечно 960 904 спасибо огромное килограмма говорит композер 4222 4222 удалось немного подловить рыбы поймала где-то килограмм 300 наверное это чуть выше среднего результата по нашей полузоне правда я еще не знаю что у нас было с того края вот рыбалка была очень сложная достаточно много пуха в воде который все время прилипает к основной леске мешает ей проходить через пропускные кольца в целом осложняет ловлю сама погода была очень тихая то есть практически не было ветра кидать было комфортно но из-за того что отсутствовала прибойная волна рыба не вышла на короткую дистанцию и ее приходилось ловить со средних и с дальних дистанций вот и к сожалению рыба уже была не так активна как вчера и там больших улов эти сектора показать не смогли вот ну это есть рыбалка как бы всегда надо уметь подстраиваться под изменяющиеся постоянные условия посмотрим как выступили остальные члены нашей команды надежда на то что наше выступление сегодня было лучше чем вчера есть поэтому очень переживаю за наших ребят верю в них надеюсь на достойное выступление мы выступили не самым плохим образом можно было конечно лучше но можно было значительно хуже вот и этого не получилось многие после вчерашней рыбалки вот этой раздачи они на нее были настроены мы знали что ее не будет мы прям были уверены в этом и за счет этого нам хотя бы ну удалось как бы многое по поводу своего сектора мне сегодня очень не понравилось то что под ногами ну там те же самые там 17-20 метров ловить было невозможно то есть я сегодня оторвал две поводочницы это порядка 60 крючков когда пытался ловить окуней как бы вдали особо ловить не получалось там была плотва она была единичная но как бы к соседу она заходила сериями по там 3-4 по 5 штук ко мне она приходила ну как ты думаешь почему она вот выходила к соседу такими сериями вот большими а у тебя вот она и ловилась со стороны мне вот это было видно очень хорошо выловили на одной дистанции и он закидывает и получает поклёп ты закидываешь и просто как будто это зовут нацепить червяков ну я думаю что здесь как бы кашка немножко может быть что-то было как-то в механике корма не то то есть его надо было делать либо более каким-то там пушистым но с живностью быстро поняли что давать много живности нельзя рыбы нет урезанных опарышей давать не надо нужен только мотыль то есть это все как бы быстро было понято но то что мы ловили все втроем на одной дистанции вот ловили вот эту вот не клюющую рыбу выделили одну рыбу на троих потому что рыбы нет ловится каждая рыба которая находится на своей дистанции ловится одна-две поклевки не получаешь и никаких раскормов там нет у меня было там несколько обсосов то есть после чего я ловлю вот эту платву и как бы то скорее всего обсосала она ну может быть да просто ты ее разозлил у нее червяков изо рта два раза выдернуло она потом сильно на них ухватилась плюс еще сегодня очень мешал кашпуху это была вообще просто какая-то катастрофа в штиле это было вообще просто нереально он мешал всем ну по поводу на самом деле того что все итоги соревнования конечно ни хрена никто не доволен можно было как-то там выступить и лучше но при вот всем то что сложилось и вот этот безветрия без волны без рыбы все это как бы ну весьма неплохо но самое главное что каждый член команды он сделал все что мог то есть не было такого что кто-то положил просто на все хрен ну не получается и как бы ловили 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 пытались что-то меняем командная работа на самом деле олег было сделано очень хорошо и разобрались и так и так и в такой ловли и в такой какие странные ну вот что-то пошло не так еще такой момент нельзя очень трудно что-то подсказать и помочь трудно заметить человека который ловит потому что ходишь по туру вот просто по берегу видно очень много сверху очень много ты видишь 20 человек и ты смотришь собственно никто не лдащит Один человек что-то вытащил И ты даже не знаешь, за кем посмотреть И что подсмотреть Потому что никто ничего не ловит Рыбы единичные Настолько единичные, что просто Бывают такие микросерии по 2-3 поклевки И потом этот человек может не поймать ни одной рыбы больше Я видел людей, которые перемирялись за 60 плюс И ловили оттуда бычка Ну вот я думаю, если бы сегодня можно было ловить на ближней дистанции То, естественно, это не якорь А, собственно говоря, там окунии Они плавали, их можно было достать И раз самый большой вес, как его 600 И окунями подловить хотя бы грамм 500-600 Потому что здесь достаточно здоровый опыт То есть поймать 4-5 окуней, вот этих достать Ну, как бы результат был совсем другой Но, ну, вот такой сектор Ну, такие сектора были у многих на самом деле Я видел, как люди тащили толстых каких-то шлямбуров И они у них по дороге отшлямбаривались Я видел, как сошел яйц приличный такой То есть, ну, в общем, вы видите, человек там тыкву со сачком Под сачиком в садок Там яйц у него езировал вокруг него восьмерками И отъезировал И этот яйц бы решал место в зоне Он просто решал Да, конечно Сегодня вот И он отъезировался В какой-то зоне там лезь на 20 с чем-то килограммах Все, ты первый Ты можешь собирать упушки и просто уходить В общем, ну, а итоги посмотрим сейчас Мы думаем, что в десятке лезь, конечно, будем Наверное Наверное Не, конечно, а, наверное, будем Ты понимаешь, как бы Сегодня, конечно, лезь хорошо перетормошилась Да Но на самом деле у нас Видно, те, кто сделали некоторые вещи правильно Они вот почему-то выступили лучше Да, не, ну, понятно, что оно как бы было ожидаемо И многие разобрались в том, что именно рыбы не будет И надо вот ловить то, что есть Ну, как бы вот в двух словах Вот такой вот итог Что, все устали Все злые Недовольные А я довольный Мне понравилось А все Делать нечего Ну, даем хорошее место Отличное Да и хрен бы с ней Лучше, хорошее соревнование, когда ты ловишь, ну ты закидываешь И что-то надо сделать, чтобы поймать каждую рыбку А не когда там все это Не, ну, лучше ловить Нормально Да это понятно Короче, вот так вот Всю свою рыбу я поймал Вчера, как бы, надо было разделить на два тура Но я не подумал бы Ну что, друзья Второй тур прошел не в нашу пользу Не удалось нам улучшить результат Мы, наоборот, немножечко скатились Сегодня был почти штиль Рыбка здесь очень не любит этого Она рассредотачивается по площади Размазывается очень сильно И отходит от берега Вчера мы прям активно ловили на коротких дистанциях Сегодня ситуация была обратная Приходилось ловить далеко и очень далеко Временами за 60 метров Штучную собирать рыбку В уловах сегодня преобладали окуньки В среднем по берегу У меня в улове есть ясь Алексей Яромашин в нашей команде тоже поймал Несколько язей Подобрали мы ключик Но не во всех зонах это сработало У двоих ребят совсем не задалась рыбалка У нас два десятых места сегодня И это много, это перебор В итоге мы команда Волжанку На восьмом месте С суммой баллов 55,5 И до третьего нам не хватило 12 баллов Вернее мы перебрали 12 баллов Так что, ну, как есть, это рыбалка Сильнейшими на данный момент оказалась команда Рязанской области Второе место команда из Питера Третье место это команда Нижнего Новгорода Ну, в целом победили, конечно, сильнейшие Мы немножечко расстроены Своей неудачей сегодняшней Но получен огромный опыт Все ошибки будут записаны в специальный блокнотик На будущее Будем двигаться дальше, будем тренироваться Мы сегодня достаточно сильно обогатились Мы нашли какие-то новые фишечки на этой рыбалке На этом водоеме Нашли новые методики работы с кормом С живняком Это очень круто Я думаю, что в будущих стартах нам это очень пригодится Ну, отгремели бои На Кубке России Подведены итоги Для нас они неутешительны Для нашей команды Боложанки Потому что мы заняли командой Почетные А я бы сказал, непочетные Восьмое место К тому много причин У каждой победы И у каждого поражения Есть как бы ответственность Я здесь не снимаю с себя ответственность За то, что команда Не так здорово выступила Но в то же время Хочу отметить, что Ребята Готовились Готовились хорошо Старались Старались Но Не в виде оправдания Водоем очень сложный Волга Это Это Волга Она преподносит такие сюрпризы Особенно, если это Волга Подпруженная плотиной Здесь Даже чих Ласточки Ой Ласточки-чайки Может влиять на клев Если В первый день Была очень ветерная Погода Была сильная волна И Рыба В принципе Подошла Близко к берегу Кто Вовремя Сориентировался И В общем-то И отловились Неплохо Это Надо учитывать Сегодня Был Более-менее Такой Тихий День Небольшая Ряга На водоеме И рыба Отскочила От берега Ловили На дистанции 30 и более метров К концу тура Опять Усилился ветер И Некоторые Спасибо Некоторые Спасмены Правильное Сообразение Начали ловить Дистанции От 10 До 15 20 метров И там Рыба Подошла Опять Волна Опять Ветер Здесь Много Конечно Причин Тому Что Рыба Клюет Не Клюет И Волна И ветер Не единственная Причина Конечно Здесь Надо Понимать Что Спасмены Подбирали Составы Прикормок Подачу Прикормки Подачу Наличия И подачу Правильную подачу Живности Прикормки Или Допустим Отдельно Прикормки Много Нюансов Это Правильная Подобранная Снасть Спортсмены Волжанки Все Мастера Спорта Они Уже Прошли Многие Турниры Все Российские Даже Международные Но Каждый Водоем Он Сложен По-своему Есть Такая Вещь Как Допустим Спортсмену Не Подходит Водоем Он Может На Реках На Озерах Там На Каких-то Каналах Великолепно Себя Чувствовать На Конкретной Рыбе А Вот На Каком-то Отдельно Взятом Водоеме У него Не Получается Ничего Он Не Чувствует Я Не Хочу Сказать Что У нас Сегодня Это Происходило Но Но Мы Оказались В принципе Не Совсем Готовы Не Совсем Готовы И Тому Много Объяснений В том Числе И Субъективных Причин Тем Не Менее Участие В Кубке России Это Очень Хороший Тренинг Это Получение Нового Опыта С Последными Опыта Вот Конкретно На Волге Волга Она Своеобразный Такой Подаем Мы Готовимся К следующему Соревнованию Более того У нас Постоянно Идет Ротация Состав У нас Приходят Молодые Ребята Кто-то Уходит Кто-то Приходит Вот Сейчас Мы Готовимся К следующему Всероссийскому Соревнованию У нас Ожидается Молодой Перспективный Человек Который Мы будем Проверять Здесь Еще один Момент Я Немножко Вернусь Я уже Неоднократно Об этом Говорил И В этой Слизи Молодые Ребята Их нужно Проверить Насколько Они Психологически Устойчивы Оно Может быть Великолепно Технически Оснащено Обладать Определенным Опытом Гореть Биться И прочее А психология Она Может Разрушить Все Вот эти Положительные Моменты У человека Привести Его В некий Некий Ступок Когда Спасмен Не может Принять Решение У него Есть Набор Решений А Выбрать Правильное Он Не Может Поэтому Прежде чем Выпустить Нового Спасмена Пришедшим Спасмена В тур Его Нужно Проверить У меня В практике Есть такая Вещь Я сейчас Говорю Не только О Фидоре Но и О Вармышке Где Наши Позиции Очень Сильны Первый Выезд Молодого Спасмена На Всероссийские Соревнования Это В качестве Запасного Он Едет Запасным Заведомо Запасным Он Должен Прочувствовать Атмосферу Понять Что там Происходит Насколько Это все Серьезно И Уже По его Глазам По его Виду По его Отношению К происходящему Можно Будет Сделать Вывод Насколько Он Может Быстро Адаптироваться И Уже Приезжая В следующий Раз На подобного Рода Соревнований Он Чувствует Себя Более Уверенно Ему остается Только Показать Своё Мастерство Поэтому Мы Тщательно Готовим И обкатываем Новых Спасменов Что я думаю Мы и сделаем На следующем Всероссийском Соревновании К сожалению Московские Соревнования Переносятся Все на Осень Поэтому У нас Таковых Соревнований Тренинговых Московских Не будет Ну Будут Тренировки Так что Мы полны Оптимизма Команда Сильная Спасмены Сильные Никаких Упанических Состроений У нас нет Все рвутся В бой И Проблема В другом Кого Отцепить От состава Ну Отцепить Это Громко Сказано Кто попадет В основной Состав А кто Будет Помогать Поэтому У нас Все хорошо Мы Готовимся И готовимся Побеждать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...